СПОНСОР ПРОГРАММЫ КРЕДИТНО-ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОООПЕРАТИВ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ 8 800 5 977 Здравствуйте, в эфире программа «Город. Действующие лица». Меня зовут Алексей Шлепов. Сегодня мы с вами будем говорить о выборах. Кстати, напомню, что выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта, то есть уже в это воскресенье избирательные участки будут работать с 8 утра до 20 часов вечера. Но не о самом процессе голосования мы будем с вами говорить, а будем говорить о тех процессах или о тех явлениях, которые сейчас на данный момент происходят вокруг выборного процесса и вполне возможно, что будет происходить дальше. А гость нашей сегодняшней программы – президент Центра прикладной социологии и политологии, член Общественной палаты Краснодарского края Геннадий Подлесный. Здравствуйте, Геннадий Иванович. Добрый день. Ну, я поясню, если позволите, и вам, наверное, да, и в большей степени нашим зрителям, почему именно эта тема меня сейчас заинтересовала в преддверии дня голосования. В последнее время как-то очень много стали говорить о наших выборах, о выборах президента, с одной стороны, за рубежом, да, с другой стороны, внутри нашей страны. Начали говорить о том, что возможны различные фальсификации, возможны различные приписки, возможно, о том, что далеко не все те, кто придут на голосование, их посчитают правильно, а те, кто не придут, тоже посчитают. Насколько, на ваш взгляд, вот эти разговоры имеют под собой почву, и если не имеют, то кто об этом говорит, да, с одной стороны, а с другой стороны, если они не имеют, то как с этим бороться? Ну, я бы, Алексей, продолжил вашу мысль еще глубже, когда вы сказали, что сейчас нет. Это говорили еще задолго до объявления президентской кампании о том, что она будет нелегитимной. Вдумайтесь, еще кампания не объявлена, но ряд западных политиков уже говорит о том, что она будет нелегитимной, потому что все будет сфальсифицировано. Понимаете, еще не произошло событие, а оценка уже дана. Точно так же, это как иступление, точно так же мы сейчас слышим из Белого дома в Вашингтоне, я имею в виду, что выборы не будут признаны, и указывается, вот если такие будут цифры низкие, мы их не признаем, потому что слишком мало пришло. Если будут цифры высокие, мы их опять же не признаем, потому что это значит, насильно согнали или вбросили. И получается, что мы изначально виноваты. Нет, получается, а если они вот там от низких до высоких, они попадут в это, значит, неправильно посчитали. Значит, неправильно посчитали. То есть изначально ставится препон к легитимности. И мы вот эту компанию должны понимать так, что это будет самая честная и чистая компания, поскольку слишком много векторов совпали на то, чтобы компания была именно такой. И главный вектор тот, что мы сейчас имеем таких кандидатов, где действительно определено, кто является лидером этой президентской гонки. И каких-то фальсификаций, вбросов нет смысла делать. Поэтому у нас сейчас задача у всех, у официальных лиц и у нас, у общественников, задача одна. Сделать так, чтобы эти выборы были максимально легитимны. Ну вот тогда еще один момент, если позволите. Я в профессии, я имею в виду в журналистской профессии, и здесь работаю в городе, я за пределами города никогда не работал, ну с 2000 года. Я помню еще выборы, ну грубо говоря, там 2000 года. Я имею в виду выборы президента. И это по моим ощущениям, я надеюсь, что вы меня поправите, а может быть и не будете поправлять. Вот выборы, начиная оттуда, они не были, как бы это правильно сказать, такими грязными что ли. В том отношении, что тогда и позже никогда заранее не говорили, что мы их не примем, что они уже изначально какие-то вот, как бы это правильно сказать, с гнильцой, да, они уже вот так изначально неправильные. Такого раньше не было. Это первый раз? Это первый раз, и это связано с личностью нынешней действующего президента, поскольку те люди, которые так говорят, что мы их не примем, они предполагают, что после выбора президента курс не изменится. А курс России, нынешний курс России, которая восстанавливается, как феникс из пепла и восстанавливает все, прежде всего вооруженные силы, поскольку мы знаем крылатые выражения, что у России два союзника, армия и флот. И восстановление с точки зрения вооруженных сил дает возможность восстанавливать все остальное, промышленность, возрождать торговые отношения и так далее. Ну, если позволите, вы назвали одну интересную цифру, 2000, да? Я почему вспомню? Потому что именно в 2000 году была создана организация «Голос». И вот эта организация «Голос» с 2000 года, вначале она действовала как зарегистрирована официально и ратовала за чистоту и честность выборов, готовила наблюдателей, принимала участие в различных инспекциях и проверках по всей нашей необъятной стране. Затем, в 2013 году, возникла ситуация, когда эта организация была полностью скомпрометирована теми действиями, которые были предприняты. И вдруг все узнали, что, оказывается, с самого начала эта организация финансировалась из-за рубежа. Вдруг все узнали о том, что эта организация готовила своих функционеров за рубежом, в Польше, в Латвии, в Литве, даже в Эстонии проводили семинары. Вдруг все увидели документы, которые говорили о том, что «Голос» это не является независимой такой вот белой пушистой организацией. И отсюда возникла ситуация, что наш Минюст принял решение и ее запретили как организацию, которая вмешивается в наши внутриполитические дела и имеет зарубежный финансирование. А уши растут из-за границы. Но здесь еще возникает момент. Ее не запретили напрямую. Просто ей сказали, зарегистрируйтесь как иностранный агент со всеми вытекающими посредствиями. Согласно закону об иностранных агентах. Но, по всей видимости, это оказалось неприемлемо, и организация формально самораспустилась, неформально она осталась, потому что остались люди, остались структуры, все осталось. И она потеряла только право юридического лица. То есть у нее нет юридического лица, но организация есть. Я прошу прощения, что я вас перебиваю. Я хочу вернуться в самое начало. К той фразе, когда вы сказали о том, что в 2000 году появилась некая организация «Голос», которая так или иначе готовила людей. Вот по поводу «готовила людей». То есть это те самые люди, которые, я так понимаю, присутствовали на избирательных участках в качестве наблюдателей. Это те самые люди, которым рассказывали, показывали, которых учили, что такое правильные выборы, а что такое неправильные выборы. Где есть нарушения, а где нет нарушений. А если это наблюдатель на избирательном участке, то он имеет, в большинстве случаев, право подписи под протоколом и так далее и тому подобное. То есть этих людей учили на иностранные деньги, начиная с 2000 года. Я правильно понимаю? Совершенно правильно в целом. Там есть нюансы. И эти люди запрещают нам ковыряться в носу. Если грубо так вот говорить. Конечно. Они же вмешиваются с демократическими целями, как бывший директор ЦРУ сказал. Да, мы вмешивались. И не только в России. Мы по всему миру вмешивались во внутриполитический процесс. Но мы же вмешивались во имя демократии. Мы же во имя демократии. Вот, Алексей, к тому, что вы сказали, небольшие такие ремарки. Но наблюдатели, они ни под чем не подписываются. Это раз. Во-вторых, они не просто приходили на участки. Они приходили подготовленные с точки зрения методической литературы. У них уже были брошюры, в которых было все четко прописано. Что проверять, когда проверять. Расписано по времени. Должно быть вот это проверено здесь, это проверено. Так называемые формализованные документы. Были уже заготовлены заявления о нарушениях с указанием там статьи. Только осталось фамилию вписать и номер участка. То есть это была очень серьезно подготовленная организация группа людей, которая реально проверяла, как идут выборы. И здесь можно было бы согласиться, что да, это же как здорово подготовленные наблюдатели. Если только не одно но. Мы всегда говорим о том, что мы не против того, чтобы выборы просматривались как, ну как сказать, сверхчестно. Чтобы все было сверхпрозрачно, транспарентно и так далее. Но возникает вопрос, насколько те люди, которые приходили на участок, подготовленный за зарубежные деньги, насколько они были готовы честно работать. И оказывается, что в ходе выборов, практически всех выборов, очень большой процент был фейковых, как их сейчас называют, заявлений о том, что вот такое-то, такое-то нарушение, при проверке выясняется, что его нет. Но вы, наверное, помните такое крылатое выражение, там, если лошадь укусила человека, это одно, если человек лошадь, это другое звучание, вот у вас в прессе, это уже будет по-другому обыграно. И вот так и получалось. Они, допустим, собираются тысяча, тысяча заявлений. Ну, хорошее, вернее, было это или не было, уже никто разбираться не будет. Нет, уже разбирается. Но потом, когда разбирается, выходит там представитель избирательной комиссии, соответственно, и говорит, что вот поступило тысяча заявлений, из них десять действительно имели под собой место быть. Но об этом уже никто не пишет. Из тех людей, которые до этого писали, что тысяча нарушений, это массовость и так далее. И получается, что новость ушла, она распространилась, расползлась по социальным сетям, уже сделаны оценки, уже сделаны выводы. А когда дается опровержение, то дается там одна-две каких-то газеты или СМИ электронного. Они дали, и оно гаснет. Почему? Потому что за распространение фейков заплатили. И опять же, заплатили не рублями, заплатили евро или долларами. Я прошу прощения, опять же, что вас перебиваю, но вот раз уж мы заговорили о заплатили, есть у нас такая, как бы это правильно сказать, тоже платная часть нашей программы, правда там не евро и доллары, а рубли, и это называется реклама. Давайте сейчас посмотрим, а потом вернемся к нашему разговору. Реклама на нашем канале. Мы продолжаем нашу программу. Я еще раз хочу вам напомнить, мы сегодня говорим о выборах, о выборах президента Российской Федерации. Мы сейчас говорим о том фоне, который окружает, если это возможно, такое слово, окружают предстоящие выборы. Геннадий Иванович, ну вот мы в первую часть заканчивали наши программы. Мы говорили о том, что да, есть фейковые новости на фоне, да, там неких нарушений, которые, как выясняется, на самом деле и не было. И вы сказали, что вот за такие фейковые новости, за вот этот вот такой некий негативный фон, который сопровождает, ну в данном случае сопровождает выборы, кто-то платит. А известно, кто платит? Ну если мы говорим сейчас про голос или про какие-то другие организации? Если мы берем тему голоса и начинаем под оплеку, пожалуйста, 2012 год, выборы президента Российской Федерации, 400 тысяч долларов, это по сегодняшнему курсу, так смотрю, 22 миллиона примерно, поступили голос от независимого, так называемого, агентства федерального правительства США, USAID. Как может быть независимое агентство, которое получает деньги из государственной казны? И точно так же, как могло быть независимое ведение мониторинга за выборами, если тебе дают деньги практически государственный департамент США, и при этом он тебе объясняет, какие бы конечные результаты он хотел увидеть. Может быть в США просто нету этой поговорки, да, кто платит, тот и заказывает музыку. Может быть они этого не знают, поэтому они это делают. Ну если они это делают, то 2012 год, это просто потому, что тогда были выборы президента и сейчас выборы президента, но перед этим был 2011 год, и там опять же эта же организация еще 400 тысяч долларов выделила. Но сейчас вот ситуация немножко поменялась, почему? Потому что сделали так называемые прокладки, организации прокладки. Вот тот же голос, ведь в принципе тот же голос, он же остался, людьми остался, то есть территориально остались, какие-то структуры остались. То есть да, они, еще раз подчеркиваю, они теперь юридически не существуют, но физически-то они есть. И вот придумали две такие прокладки, как Европейская платформа за демократические выборы, так называемая, директором которой является Штефани Шифер. Первая прокладка. Кто является спонсором? Это как бы организация, в которую входят представители более 10 общественных организаций, которые занимаются выборами по всей Европе. Кто входит? Давайте перечислим. Финансируют МИД Германии, МИД Норвегии, Европейская комиссия, Европейский парламент, фонд Маршала, фонд Открытая Россия, в Великобритании находится, кстати, фонд Марио Денхоф, Германия, и целый ряд других еще НКО, которые получают деньги, опять же, из бюджета той или иной страны, так называемого условного Запада. И потом получается, что эта организация некоммерческая передает в эту европейскую платформу. А эта европейская платформа финансирует те структуры, которые остались... Подождите, ну здесь получаются те самые страны, там та же самая Германия, те же самые Нидерланды, это вот те самые страны, которые очень громко... Ну, я сейчас не беру США, да, говорили о том, что мы вмешиваемся в их внутренние выборы. Может быть, они, посмотрев, как мы вмешиваемся, им не очень это понравилось, они говорят, вот как надо проводить выборы, вот смотрите, мы вам сейчас все это дело и покажем. Вот так это выглядит. Алексей, вы очень гуманно поступили по отношению к Соединенным Штатам, вывели их за скобки, поскольку, ну, если на официальном, можно сказать, уровне, если, ну, директор, даже бывший директор ЦРУ, он все равно представитель государственной структуры, в недавнем прошлом, он заявлял, да, мы вмешивались и вмешиваемся, и мы-то знаем, и есть масса премьеров, как они несут демократию, как демократически разбомбили Югославию, как демократически растерзали Каддафи и так далее, так далее. Так вот, если даже вывести за скобки величайшую, в кавычках, страну, которая бьется бомбами за демократию и честность выборов, вот те страны, которые вы перечислили, действительно, они, особенно в Великобритании, в свете вот тех событий, которые сейчас происходят с отравлениями очередного нашего перебежчика, они, как бы, очень четко показывают, что еще одну поговорку нам с вами надо вспомнить. На воре шапка горит. Русскую поговорку, я не знаю, у них есть эта поговорка. Они тоже ее не знают, поэтому, наверное, вот и... Наверное. Ну вот, есть еще такая организация, Международный центр электоральных исследований, которая находится в Литве, а финансовая поддержка идет, опять же, теми же кураторами, Госдепартамент, различные европейские структуры, причем официальные государственные, и вот эти структуры, они финансировали и финансируют ту деятельность, которая развернута сейчас тем же голосом у нас, в том числе, на территории Краснодарского края. Вы знаете, вот это вот я хотел отдельно спросить, если позволите. Но я понимаю Москва, я понимаю там Санкт-Петербург, я понимаю там эти большие столицы, огромные деньги, крупные аэропорты, большое количество избирательных участков. Для Краснодара, ну вот у нас маленькая муниципальная телекомпания, и меня в большей степени интересует Краснодар. В Краснодаре это тоже возможно? В Краснодаре тоже есть люди, которые вот так готовы биться за американские деньги и против собственной страны? Ну, я улыбаюсь не тому, что вы говорите, я улыбаюсь потому, что вы единственный журналист, который не сказал, что Краснодарский край является третьим по численности субъектом по количеству избирателей, а Краснодар в Краснодарском крае – это первый субъект по численности избирателей. Вот вы отошли от штампа, да, вот это делает вам честь, вы от штампа отошли. И мы все-таки должны сказать о том, что Краснодарский край в силу обстоятельств, о которых мы говорили, численности, расположения, его звучание, все-таки Олимпийские игры, которые были, они вывели Краснодарский край и Краснодар, разумеется, они вывели на международный уровень, и мы зазвучали там, где никогда не звучали. И, к сожалению, у нас тоже есть достаточное для того, чтобы бузить, количество людей, которые выходят, несколько десятков, но они выходят в центр, им говорят, вот давайте вот здесь вот где-нибудь, на окраине, нет, мы должны в центре. Мы должны побузить у коня, вот чтобы все видели, давайте побузим там. Количество этих людей, которые бузят, мы несколько раз видели. Вначале их пытались вроде бы как вытеснить с политического поля, затем был проведен эксперимент, не так давно, когда сказали, да, пожалуйста, приходите в парк 30-летия Победы, да, и там все условия, пожарные есть, полиция есть, санитарный автомобиль есть, все есть, пожалуйста. Сколько пришло? Ну, там несколько сотен. Так эти несколько сотен собирались со всего края. Но определенная прослойка молодежи, она существует как априори потенциальной подпиткой. Ну, то же самое, нигилизм, да, там и так далее, то есть желание быть небольшим бунтарем и так далее, да, вот это тоже им двигает, я имею в виду молодежью. Вот знаете что, основная масса молодежи, она подается на такую уловку. Ей говорят, вот ты посмотри, вот ты живешь, у тебя папа работает, мама работает всю жизнь, вы получили дедовскую квартиру от деда с бабушкой, вы живете, а вот посмотри. И начинает, вот Мазератия проехала, вот дворец, вот этот дворец. Несправедливо, да, несправедливо, а это все почему? И ему начинают рассказывать, почему так, как они это в этой транскрипции. И ему говорят, он говорит, ну ладно, я созрел, что надо делать? Вот тебе стикер, клей, вот тебе в руки плакат, иди. И вон парк 30-летия Победы, и вон парк, ты иди туда, и будет тебе счастье. И еще говорят, мы же тебе еще и заплатим, ты же еще и заработаешь. Потом оказывается, что заработать не получилось. А если станешь узником совести, то есть я заберу, мы тебя будем поддерживать. Мы тебя вытащим, еще 10 тысяч от Евросоюза ты получишь. Ну когда наступает отрезвление, то понятно, оказывается, заплатить не заплатили. Ты попал в списки людей, которые неблагонадежны с точки зрения гражданственности. Перед тобой захлопываются очень многие двери. Во имя чего ты? Во имя справедливости? Какой справедливости? Для того, чтобы все жили так, чтобы у всех были мазерати, нужно сделать так, чтобы экономика работала таким образом, чтобы резко поднять зарплату, чтобы можно было достичь этого уровня. Но это же не объясняется, что для этого нужно работать, что для этого нужно делать. Да, говорят, достаточно помидинговать. Ты просто выйди, и все наладится. Вот в чем проблема. Ну тогда у нас совсем немного времени остается. С одной стороны, до конца программы, с другой стороны, до дня голосования. Хотя я понимаю, что и после дня голосования может что-то произойти. Еще что-то произойдет? То есть какие-то проявления того, о чем мы с вами сегодня говорили, массово мы увидим? Массово мы никак не увидим. Это я вам говорю как социолог, потому что мы постоянно мониторим социополитическое поле Кубани. Мы прекрасно знаем, что в Краснодарском крае никаких массовых выступлений, никаких массовых протестов не будет. Но все-таки мы не Москва и не Санкт-Петербург. А в Москве и Санкт-Петербурге массовых протестов тоже не будет. Это уже, я думаю, коллеги, которые дают результаты, я им верю, тем результатам, которые дают коллеги. Поэтому этого не будет. Меня тревожит другое. Это попытка того же голоса, попытка функционеров иных международных организаций втянуть молодежь несовершеннолетнюю в эту политическую условно-разборку. Вот сейчас в Краснодар завезли 150 стоперов так называемых. И их раздадут несовершеннолетним. Смысл в чем этого стопера? Вот их 150 человек поставят возле участков голосования, за пределами. И говорят, ваша задача, кнопочку нажимайте. Чтобы мы потом посчитаем, сколько человек зашло на избирательный участок. Сколько зашло, сколько вышло. Понятно, должно совпать теоретически. Сколько зашло, сколько вышло. Почему они это делают? Потому что взрослое поколение, мы, социологи, это точно видим по динамике изучения анкет, которые мы собираем, что взрослое поколение, оно не подвержено этому влиянию. И поэтому у них нет массовости. У молодежи нет прививки опыта. Прививки опыта. Противостоять этому. И поэтому делается, прежде всего, ставка на молодежь. На ее экзальтированность, на ее обостренное чувство справедливости. И самое главное, на то, что она еще не может через призму своего опыта и знаний принять правильное решение. Вот их подталкивают. Вот стой и щелкай, стой и щелкай. И ты делаешь великое дело. Прозрачность выбора. Ну не знаю, насколько это правильно. К сожалению, рамки нашей программы, они имеют определенные границы. Сейчас они подходят к концу. Но вот прежде чем попрощаться, я опять же хочу к молодежи обратиться. Уважаемая молодежь, ну вот не стоит ходить, мне кажется, на какие-то митинги и искать чего-то в каких-то протестах. Просто придите на избирательный участок. Тем более, если это у вас будут первые выборы. Придите, посмотрите, как это происходит. Придите и проголосуйте. Тем более, выбор сейчас достаточно велик. Еще раз напомню, избирательные участки будут работать в воскресенье с 8 утра до 20 часов вечера. И вы почувствуете себя гражданином, который может выбирать, который должен выбирать. И от выбора которого зависит очень многое. Придите, сделайте это. И получите удовольствие от демократии. Тем более, о демократии все сейчас говорят. Прямо выраженный будет. И не надо посредников. Приди и проголосуй. Никто тебе не говорит за кого. Приди так, как тебе хочется проголосовать. Проголосуй. И получишь удовольствие. Получишь, по крайней мере, гражданское удовлетворение и осознание того, что ты причастен к выборам президента. Это очень важно. Спасибо большое, Геннадий Иванович, что пришли. Спасибо и вам, что пригласили. Уважаемые телезрители, еще раз хочу вам напомнить, что мы сегодня говорили с президентом Центра прикладной социологии и политологии Геннадием Подлесным о предстоящих выборах. Еще раз большое спасибо. На сегодня это все. Увидимся в следующий раз. Всего доброго. До свидания. Спонсор программы – кредитно-потребительский кооператив «Сберегательный союз». 8 800 5 977 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова